В Чите к 3 июля будет проведен конкурс по отбору кандидатур на пост руководителя администрации города. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Краевой столицы. С 18 по 25 мая пройдет прием документов. Первую половину конкурсной комиссии сформирует губернатор Забайкали Александр Осипов, вторую городская дума. Итоговое заседание запланировано на 3 июля. Окончательное решение по срокам конкурса будет принято на следующем заседании городской думы. Напомним, после внезапной отставки сети менеджера Читы Александра Сапожникова администрация города остается до сих пор. Без руководителя ранее губернатор края Осипов выдвинул кандидатуру главы Читинского района Виктора Мушукова. Однако назначение не состоялось в связи с открывшимся на него уголовным делом. Тогда исполняющим обязанности сети менеджера Читы оставили Андрея Гринишина. Доследственная проверка была назначена по информации СМИ о нарушениях при строительстве парка Солнечный в городе Чите. Об этом сообщает прислужба следственного управления СКР по краю. По опубликованным в СМИ данным, парк Солнечный в поселке Гресс Читы построен с существенными нарушениями. Его конструкции представляют опасности для жителей, в том числе для детей. При строительстве парка использованы некачественные материалы, которые приходят в негодность через несколько месяцев после ввода объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении. Следователи оценят действия или бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение контракта по возведению объектов. Отделение Народного фронта в Забайкальском крае, напомним, раскритиковало также благоустройство. В сквере Солнечный в Чите представители движения обратились в прокуратуру и в городскую администрацию. Депутат Госдумы Александр Спиридонов подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными, согласно которому предполагается введение штрафа для владельцев собак, которые позволяют своим питомцам гулять самим по себе. Об этом пишет газета «Известия». Также Спиридонов предложил приравнять самовыгул собак к выбрасыванию животных на улицу и накладывать штраф в размере мрота. Отметим, что в Забайкалье он равняется 16 242 рублям. Чтобы точно установить принадлежность животного на самовыгуле, депутат предложил ввести обязательное чипирование домашних питомцев. Также, по мнению Спиридонова, нужно обязательное лицензирование на разведение животных. В результате заводчики будут платить налоги на доходы от своей деятельности. Предложенные поправки могут быть внесены уже в мае этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова